Американское снаряжение у террористов. Бойцы Лива Аль-Куц в ходе зачистки территории пустыни в центральной Сирии от боевиков исламского государства обнаружили очередное укрытие радикальных джихадистов. В нем было найдено различное вооружение, амуниция и снаряжение. Рассказал об этом в своем телеграм-канале военный корреспондент Олег Блохин. Примечательным же стало обнаружение кровоостанавливающих пакетов Квик-Клад, которые производят исключительно в США. Среди террористов исламского государства, действующих в Сирии уже долгие годы, подобное дорогостоящее и, можно даже сказать, эксклюзивное снаряжение ранее не замечалось. Тут важно заметить, где именно находился тайник радикальных джихадистов. Согласно имеющимся данным, бойцы просирийской бригады Аль-Куц вместе с российской авиацией проводили зачистку пустынной местности на юге Сирии. Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало материал о том, как проходит подготовка подразделений Лива Аль-Куц для антитеррористической деятельности. Пустыня на юге Сирии примечательна не только деятельностью спящих ячеек радикальных джихадистов, но и присутствием военнослужащих США на их военной базе Ат-Танф, а также проамериканских боевиков из группировок по типу Джейш Магавир Ат-Таура. Эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин в беседе с агентством новостей объяснил, как американское снаряжение оказывается в руках радикальных джихадистов. США – спонсор радикальных джихадистов. По словам собеседника ФАН, необходимо понимать, что оружия в Сирии и соседних странах достаточно. Американское вооружение тут роли не играет. Но тем и примечательно, что США поставляют именно свое оружие под контрольным группировкам. Правда, следить за тем, как оно используется. Военнослужащие США не привыкли или не хотят. Поэтому оружие расползается уже по разным бандформированиям, в том числе террористическим. Поддержка радикальных джихадистов, в том числе боевиков Исламского государства, со стороны США – это уже общеизвестный факт. Медикаменты – это полбеды и, можно сказать, меньше из зол. Ранее у террористов обнаруживалось и стрелковое вооружение с американскими маркировками. Обнаружение Квик-клад – еще один штрих к общей картине, подтверждающий поддержку терроризма со стороны Вашингтона, говорит эксперт. Как отмечает Владимир Фитин, передача вооружения и различного оборудования террористам ИГИЛ со стороны США идет самыми разными путями. У них развитая сеть поставок. Задействуют они и подконтрольные вооруженные группировки вроде Магавир-Атаура. Идет помощь и через американскую военную базу Аттанф, расположенную на юге Сирии. Известно, что там не только проходят тренировки так называемой умеренной оппозиции, по факту являющейся группировками бандитов, но и идет ее оснащение американским снаряжением, заключил собеседник Фан. Спасибо за внимание. Ставьте лайк и не забудьте подписаться на канал твоей новости. Здесь всегда Вас ждут самые горячие и свежие новости мира.